очень рад видеть давайте я начну как бы расскажу о себе расскажу тем чем где работал чем занимался и как бы потом перейдем к основной части которую в принципе я долго готовился чтобы выступить но потом понял что скорее всего это будет не так интересно то есть я пришел сюда не столько чтобы что-то вам продать и в смысле свою идею свою книгу или там свои какие-то библиотеки технически сколько с тем чтобы пообщаться более меня в живую и ответить на вопросы которые интересуют именно вас поэтому я хочу представить возможно рассказать вкратце о том чем я занимался и перевести это больше формат вопросов и ответов либо формат разговора на темы которые вам интересны я начал работать в компании google в 2004 году сразу после ipo мой первый проект был google desktop search и мой первый продакт менеджеры то есть я был инженером мой первый продакт менеджер был сандар печаль который сейчас стал CEO компании google проект был достаточно успешный очень интересный я получил за него то что у нас называлось founders award то есть это награда от лари пейджа и сергея брина за то что мы сделали действительно что-то очень инновационное что-то очень интересное один из следующих проектов я занимался аналитикой мы как бы анализировали ли данные представляли их для решения на самом верхнем уровне и как бы получил другую тоже google большую награду от гугла которая называлась executive management award эти награды давались одной или двум группам в течение года то есть выбирались самые с самыми лучшими результатами и как бы награждались это было в материальном плане или в плане как бы всеобщего рекогнишена когда на общем послете компании ну съезде компании выступлений показывали всех после этого я занялся тогда еще на то время безумной идеей как казалось это написать новый браузер если вы помните это было время интернет-эксплорера который имел примерно ну сколько 90 процентов рынка ну хотя нет уже наверно не 90 файерфокс уже начался тогда также немножко было лапа и вот была новая идея давайте напишем браузер который будет лучше всех и который сможет то есть я перешел в команду хрома и мы начали писать хром в дальнейшем я занимался руководил частью хрома которая показывала pdf pdf viewer если когда-то открывали pdf внутри хрома то есть это там очень много моего кода и который мы впоследствии открыли или стал этот самый open source проект pdf дальше знание про pdf и формат связанный с этим привел меня к проекту под названием google cloud print который мы сделали изначально для того чтобы хромбуки это вот гугловские эти самые топы смогли печатать без установки дополнительных драйверов это считалось большим для нас этим самым рисками в области безопасности устанавливать сторонний код и нужно было решение которое позволит это сделать это наверное был один из самых интересных проектов над которым я работал потому что совершенно небольшой группе удалось реально изменить или сильно повлиять я бы так сказал на всю индустрию печати то есть до этого казалось вот драйвера это то что нужно но максимум р принт хотя буквально через три-четыре года после начала проекта все притра которые выходили как бы в мире уже поддерживали наши протоколы не только обычной печати но и локальной в том числе и это по крайней мере внутри гугла получила огромную как бы признательность потому что люди просто забыли о том что такое установить драйвера вы можете поехать в любой офис зайти как бы подойти к любому принтеру увидеть его имя и печатать на него совершенно 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 спокойно без всяких и неважно кто и сделал этот принтер рико xerox canon epson на основе того что мы изучили работы с принтерами мы решили сделать новый проект который реально можно сказать что этот интернет вещей хотя такого термина тогда еще не было мы решили взять эти знания которые мы получили на этих проектах и использовать его для связи в принципе двух любых произвольных устройств проект назывался google вив и впоследствии к нему подключилась еще брила это универсальная операционная система для типа электронных устройств у нас было очень много инновационных разработок то есть мы сделали очень интересные разработки в области безопасности в области авторизации в области шеринга устройств между собой или как бы возможности как бы связывания одного устройства с другим и точно как бы определение что она может делать к сожалению в силу разных причин то есть брила и вив занял достаточно долго времени и мы не смогли его коммерциализировать коммерциализировать в то время поэтому проект немножко застопорился мне захотелось попробовать что-то новое я перешел в группу VR и AR то есть я проработал там примерно года два и результатом моей деятельности было достаточно интересный проект вот представляете как бы ну все представляете шлемы до виртуальной реальности там oculus или ваев это вот грубо говоря такой хедсет и сзади тянется большой достаточно толстый hdmi кейбл все сделано для того чтобы информация была передана как можно быстрее потому что если между кадрами проходит меньше чем 20 миллисекунд точнее с момента движения то человек чувствует признаки морской болезни вот мы не только убрали этот кабель то есть на нашем тестовом проекте но мы и смогли сделать рендерирование всего этого VR-энварьмента в клауде и через интернет и через Wi-Fi переслать это на хедсет и при этом человек чувствовал себя комфортно то есть я честно говоря был поражен того что вы это добились если кто-то меня спросил вначале можно ли это сделать я бы скорее всего сказал нет Google VR и AR немножко переключил рельсы и пошел больше в сторону AR в сторону стикеров вот этих вот виртуальной реальности которые на Apple и на Android поэтому я решил вернуться назад в мир интернет вещей и перешел в Google Home то есть это самые такие умные спикеры Home, Home Mini там несколько других проектов где руководил и проводил очень интересные исследовательские разработки в области автоконфигурирования и автоматической установки то есть моя идея была в том что вот в двадцатом веке все было сильно проще мы пошли в магазин купили телевизор или там магнитофон воткнули его в розетку и спокойно наслаждаетесь тем за что вы заплатили деньги в двадцать первом веке то есть сегодня вы купили какое-то устройство которое как бы из себя представляет умное устройство принесли включили в розетку достали телефон скачали аппликейшн сделали новый аккаунт с новым паролем прошли и согласились с лицензионным соглашением прошли через настройки сделали какие-то еще дополнительные телодвижения в результате это заняло полчаса вашего времени и возможно вы успешно все закончили и можете им пользоваться теперь в то время как моя идея была оно должно быть вещи которые мы покупаем в двадцать первом веке должны устанавливаться не хуже чем в двадцатом то есть пришел включил в розетку все работает все аккаунты прописаны и все сделано я не собирался уходить с этого проекта мне очень нравилось пока я не встретил Дайан Айзнер это человек который увлек меня тем что наши города требуют изменения то есть она как бы я участвовал в ее хакатоне и она как бы показала увлекла меня проблемами современных городов то есть в гугле есть такое понятие area 120 это небольшой инкубатор для стартапов и я ушел туда делать разработки в области сокращения трафика в области контроля трафика дорожного движения то есть как можно уменьшить его уменьшить трафиковую нагрузку на города к сожалению этот проект не дошел до конца потому что насколько я знаю это этот самый компания we work пригласила Дайан в качестве руководителя нового подразделения большого нового подразделения и я решил что мне настолько понравилось работать в этой компании что я попросился грубо говоря вслед за ней пойти в компанию we work потому что вся наша группа была настолько хорошо сработанная что я оценил достоинство от работы вместе значительно выше того что я получал или имел в гугле вот и вот таким образом я оказался где я сейчас я в данный момент являюсь вице-президентом по разработкам компании we work в направлении то есть наше подразделение занимается ну если грубо говоря улучшением жизни городов то есть это города будущего если так можно сказать по ходу своей как бы карьерной лестнице я был и простым инженером изобретателем то есть у меня порядка 110 патентов в гугле был техническим редактором книг по программированию я редактировал по моему effective c++ опять-таки те же самые chrome и pdf для хрома то есть у нас больше миллиарда пользователей cloud print был достаточно популярным в своей нише то есть насколько я помню мы смогли интегрироваться с андроидом и установить на более чем миллиард девайсов то есть в принципе если в общем вот это вот как бы вкратце моя карьера и это также описывает примерный спектр задач на которые я могу отвечать с уверенностью я с удовольствием отвечу на любые другие вопросы но возможно как бы у меня просто не будет хватать опыта или знаний конкретно в данной области что бы я еще хотел сказать вот я когда готовился к этому выступлению я подумал вот если я сделал какую-нибудь классную вещь классную вещь технически ну как бы скажем так если я заинтересовал тысячу человек то скорее всего я сделал какую-то классную техническую вещь то есть они заинтересовали и сказали вау если я заинтересовал сто миллионов человек значит скорее всего я просто собрал очень классную команду людей которые умнее меня которые могут потому что я один не в состоянии придумать что-то что заинтересует сто миллионов человек это именно всегда вот по моему опыту коллективная работа и именно работа очень как бы людей которые уважают друг друга и понимают свои достоинства и недостатки и умеют работать вместе на этом бы я хотел взять небольшую паузу и может быть перейти больше к обсуждению того что интересно вам или вот ответить на вопросы или если вы хотите услышать больше про какую-то конкретную область то именно углубиться в нее потому что я не хочу навязывать тему если она может оказаться не настолько интересной с удовольствием значит вопрос о том как я попал в google я был студентом таганровского радиотехнического института поступил в девяносто четвертом году в двухтысячном я закончил магистратуру я начал работать реально с первого курса института над у нас был филиал американской компании и мы работали над проектом под названием раутмэп это был один из первых вообще алгоритмов построения маршрутов из точки а в точку б по картам дорог честно говоря я достаточно горд этим продуктом потому что мы делали очень интересные как бы алгоритмические работы очень интересная была работа над данными то есть например данные поставлялись на 50 компакт дисках сейчас конечно размер не тот и обработка данных то есть процессор обработки данных которые я писал это различные сортировки пространственные в том числе это занимало практически сутки то есть их постепенно загрузить отсортировать после окончания грубо говоря вот магистратуры ну появилась проблема то есть семья как бы я понял что немножко сложно найти работу в таганроге я решил поискать за рубежом я нашел как бы пару компаний одна была в бостоне одна в селиконовой долине прошел по телефону интервью и поехал туда в надежде на светлое будущее как бы когда я приехал в Америку у меня по-моему было 400 долларов или что-то такое я считал что я очень богатый человек оказалось что эта компания на самом деле это не что иное как бодишоп то есть она привозит инженеров и потом говорит а теперь ребята найдите работу и как бы найдите работу сами с тем чтобы они платили нам а мы будем платить тебе то есть как бы забирать 50 процентов вот и как бы все бы ничего то есть эта бизнес модель работала до этого проблема в том что я приехал в 2001 году когда случился краж доткомов и работу было найти очень сложно я помню буквально первое или второе утро когда я выхожу на улицу в Америке как бы кидают газеты под дверь и вижу на газете заголовок IBM уволила 8000 человек на следующий день там по моему сыска уволила 3000 человек то есть было очень много инженеров которые значительно лучше меня говорили по-английски я честно говоря думал что я хорошо говорю по-английски в самом начале оказалось что это не так особенно по телефону по телефону понимать английский значительно сложнее но в связи с моим предыдущим опытом работы в ГИС системах и работы особенно в системах построения маршрутов мной заинтересовалась тогда называлась компания Вестион это было подразделение General Motors которые делали именно одни из первых навигационных компьютеров в машинах то есть мой опыт пришелся кстати я там проработал год опять-таки кризис продолжался и General Motors решила закрыть это подразделение и как бы закрылась мне пришлось потратить время найти новую работу я нашел работу в стартапе он назывался PSS Systems он занимался очень интересными вещами в области безопасности там я по-моему отправил первые свои два или три патента на изобретение их идея была тоже с удовольствием расскажу достаточно как бы необычная проблема в том что компании должны хранить данные по закону например в Америке некоторые данные хранятся 7 лет то есть в России тоже наверняка есть закон о сохранении данных правило в том что за 7 лет данные в виде дисков в виде каких-то лент могут утечь куда угодно и если компании нужно предоставить эти данные и кто-то найдет эти данные это является большой проблемой восстанавливать их очень дорого значит главная идея этой компании PSS Systems была а что если мы зашифруем все данные и через 7 лет потеряем ключ официально потеряем ключ то есть в этом случае они считаются невосстанавливаемые и как бы никто не будет их просить восстановить тогда же через два года после работы в PSS Systems опять-таки кризис немножко продолжался я прошел свое первое интервью в Google которое я бы не сказал что я завалил полностью потому что Google был заинтересован но дело в том что это было прямо перед IPO и Google находился в таком бурлячном состоянии они не знали хотят они набирать или не хотят они набирать потому что ну это IPO это очень большой процесс это был как бы достаточно большой и они находились в таком подвешенном состоянии я не очень хотел долго ждать и поэтому я пошел дальше работать в компанию Zone Labs которая занималась антивирусами и фаерболами спустя 6 месяцев как бы мне приходилось ездить на поезде в Сан-Франциско мне как бы длинные поездки мне надоели я послал резюме в Google еще раз и они меня пригласили на интервью второй раз в этот раз я как бы вязать оказался более успешным либо у них уже процесс устаканился потому что это было сразу после IPO и я вот получил как бы приглашение на работу в Google вот такая немножко длинная история но вот так вот я оказался там да пожалуйста здравствуйте просто такой у нас был курс по бизнес-мышлению и одна из мыслей прозвучала такая что сейчас уже 2019 год как техническому специалисту уже не так много смысла стремиться устраиваться в Google чем работать вот на себя или какие-то маленькие стартапы идеи как к этому относиться я понимаю что есть какие-то плюсы и в устройстве Google как к получению опыта какого-то сильного или поднахождения идеи контактов но вот у меня уже идеи есть контакты я ищу и как бы я не вижу смысла вообще как у меня будет отстраняться самому пока вот такая вот ситуация хорошо я считаю что на самом деле как это эта точка зрения вполне жизнеспособная и я даже готов ее поддержать то есть если вы считаете себя полными сил и идей и знаете что вы хотите сделать продолжайте так и делать потому что нам нам в смысле мне вам вот никому не нужен однополярный вот этот вот мир грубо говоря такими словами нужно чтобы люди пробовали чтобы пытались на самом деле как бы компания Google очень известная и кажется то есть реальная перспективная инновационная компания но если вы посмотрите на даже ближайшее прошлое не только касается Google на самом деле Facebook то же самое Apple большинство инноваций таких вау инноваций пришли снаружи да Google Earth была куплена YouTube была куплена Android была куплена единственный продукт который Google сделал как бы сам вот в последнее время я бы сказал что это был Chrome это была чисто внутренняя разработка и то как бы пришло часть инженеров с Mozilla большинство самых вот таких вот успешных последних вау проектов были зачастую куплены и поэтому если вы чувствуете в себе силы развивать и сделать что-то новое пожалуйста делайте это только сделает мне кажется мир лучше спасибо вопрос как раз не отходя от Google Chrome почему же все таки живет так много оперативной памяти вы знаете да это хороший вопрос то есть как бы я сейчас не помню точных цифр но вот я разговаривал с главным директором Chrome и он мне подведал такую историю лет наверное пять назад может быть даже больше не буду несколько лет назад как бы идея того что Google что Chrome жрет много памяти особенно на Gmail стала актуальной и если так сказать в двух словах с тех пор этот баг не закрывался то есть делались команды тратились ресурсы но так никто не смог понять потому что на самом деле в Gmail очень сложный там Java машина то есть никто не мог понять как вот она как бы так работает что постоянно ликает память и постоянно откусывает и откусывает а что касается Chrome целиком ну тут как бы сложный вопрос или наверное часть ответа заключается в том что какое-то время назад если вы помните очень модно было мериться скоростью да делались тесты например этот браузер быстрее чем этот браузер и многие люди обращали на это внимание то есть что вот нужно использовать этот браузер потому что он по каким-то тестам там на сколько там миллисекунд быстрее и больше и возможно в это время случилось именно предпочтение скорости перед объемом занимаемой памяти то есть грубо говоря если ты начинаешь вводить синтетические тесты которые показывают которые позволяют тебе продавать больше продуктов если так грубо говорить то люди начинают под это оптимизировать хороший пример машины да например сейчас раньше обращали внимание на мощность двигателя да на там скорость разгон сейчас модно обращать на расход да соответственно большинство производителей машин стараются оптимизировать расход выключают двигатель на светофоре делают другие которые делают машину менее динамичной но именно это вот именно цифры которые позволяют как бы говорят о расходе автомобиля чем они меньше тем как бы лучше автомобиль продается потому что сейчас и возможно возможно опять таки я точно не знаю хром попал в эту ловушку что для того чтобы занять большую область рынка им пришлось оптимизировать подскорость а оптимизировать подскорость грубо говоря иногда это обозначает что как бы есть больше памяти именно для тестов в общем опять таки на общих возможно это и не совсем правильно но для тестов и для того чтобы занять эту нишу а с тех пор я лично знаю что очень много было сделано попыток уменьшить это но это гигантский проект это просто гигантский проект который сделать очень сложно и который в чем-то как паровоз летит и мчится его нельзя остановить и переписать как бы он не может останавливаться в силу очень многих причин из безопасности из всего остального и поэтому это достаточно достаточно сложно вот так вот как бы то что было просто вычислили вычистили скорее всего там уже начинаются проблемы архитектурного плана которое чтобы изменить нужно менять ну реально очень серьезно менять внутреннюю архитектуру это и сложно и опасно то есть да пожалуйста еще вопрос про Google про Chrome когда мы работаем над Google над Chrome вы то есть заводилась ли речь про безопасных ограничений скажем актуально скажем для разработчиков и мобильных приложений и фронтенчиков где вот в мобильных приложений есть четко определенные там локальные безопасные хранилища где у него достаточно другое правительность соответственно там очень просто хранить какие-то ключи на токене для Chrome уже там такого локального хранилища просто нет и любой человек который просто подойдет скопирует себе локальное хранилище по сути по сути даже если удастся зашифровать это достаточно легко найти спасибо я точно не работал на данной области я помню некоторые дискуссии на эту тему которые возникали ну наверное ну лет десять назад примерно которые заключались в следующем безопасно хранить вещи на PC практически невозможно то есть там не было именно вот этого защищенного чипа который может хранить ключи и поэтому идея была не делать что-то наполовину и не давать людям ложные как бы ощущения безопасности то есть нет ничего опаснее чем ложное ощущение безопасности когда кажется что да мы храним все как бы в защищенном виде но реально нет его действительно можно скопировать просто нужно быть чуть-чуть умнее то есть не скопировать один файл а скопировать чуть больше и возможно вот из-за этого как бы Chrome именно пошел по такому пути чтобы не давать чувство ложной безопасности опять-таки говорю это вот то что я помню из обсуждений десятилетней давности когда вот это вот именно обсуждалось и было принято такое решение Chrome на самом деле вот в этом смысле принимал такие нестандартные решения например о том что если что-то пошло не так лучше упасть лучше вот крашнуть Chrome потому что в этом случае пойдет краш-репорт и это можно будет пофиксить и повторить вместо того чтобы это скрывать и оно где-нибудь вылезет потом еще Chrome старался быть если мы что-то обещаем в смысле безопасности то это именно вот ну грубо говоря криптографически верно поэтому в данном случае я думаю что вот это повлияло а ведь можно было разработать протоколы вы же для принтеров это сделали то есть подвинули индустрию чуть-чуть то есть мог google предложить что-то такое что какие-то рекомендации для создания операционных систем да да возможно google мог бы предложить в то время что-то такое для создания операционных систем опять-таки вопрос пошли бы или они на это и сколько бы это стоило Chrome то есть опять google не инженеры google скажем так не святые они не могут предусмотреть все да и поэтому иногда делается упор на скорость например нам нужно выпустить лучший браузер и мы лучше скажем что вещи не безопасны и попробуем эту решить проблему в будущем чем как бы ну будем биться об стену потому что ну изменить грубо говоря производителей всех PC это ну скажем так задача года на три и то у половины еще останутся старые вот поэтому я думаю что в то время скорее всего было принято ну такое тактическое решение оставить эту отложить эту проблему на некоторое время и вернуться к ней позже просто похоже что не дошли руки либо не хватило или не справились или либо перешли на мобильный и уже решили что может быть и не стоит ее решать еще вопрос совсем другого вас на собеседовании спрашивали про монетку в блендере про монетку в блендере нет а что за вопрос если вы смотрели фильм то есть ребята просто сказали вот вы монетка в блендере что будете делать нет такого вопроса у меня не спрашивали на интервью я пытаюсь вспомнить самый веселый вопрос который мы спрашивали интервью но если вспомню я как бы по ходу дела расскажу да да пожалуйста интересно интересен вопрос с командами я понимаю что ты работал со многими командами с большими с маленькими когда было комфортнее когда вокруг были такие и линкейщики ну не фолл стек разработчики не будем называть фолл стек разработчиками линкейщиками или же когда были скажем так более узкоспециализированные то есть баканщики линкейщики то есть люди которые лучше разбирались какой-то больше предметменности и как бы ты например что ты думаешь по поводу того чтобы была команда фронта и бэкэнда например две разные или же одна команда но микс когда есть разные компетенции можешь свои идеи сказать да хорошо то есть в основном обычно когда я работал с командами у нас была специализация я бы назвал ее узкой специализацией я считаю что тот же самый бэкэнд это не узкая специализация там очень много направлений дело в том что вот в гугле очень много своих технологий то же самое если ты занимаешься серверными разработками в гугле то ты должен потратить как минимум пару месяцев или больше чтобы их просто выучить и если ты не занимался ими год тебе опять через год нужно потратить пару месяцев чтобы выучить что было что сделалось нового это не касается к языкам это касается вот систем борг как выкладывать как делать разные вещи поэтому достаточно специализированный однако лучшие наверное команды которые я видел это были те где люди могли друг другу помочь то есть например вот мои ребята которые работали над C++ над встроенными устройствами вполне могли переключиться и написать ну не очень много джава кода для бэкэндщиков потому что там опять таки никакой большой разницы нету и в этом вот раньше спрашивали про интервью основная идея вот гугловского интервью это понять как бы как человек думает в условиях изменяющихся вот внешних данных о том вот как инженерную задачу решить то есть язык это всего лишь инструмент как выразить свою мысль и в принципе не так сложно выразить ну практически на любом языке если зная несколько параметров то есть этот самый опять таки есть специфические вещи знания специфических библиотек специфических вот конструкций или северных то есть эти делали ну люди которые с этим были связаны которые в этом знали но при этом например тому же c++ написать там несколько функций джава кода совершенно нормально и наоборот то есть в общем вот наверное это были самые такие продуктивные команды когда люди могли работать вместе и помочь если что-то надо то есть я вот наблюдал такое когда у нас опять таки c++ говорили ну вот где наши API бэкэнщики им отвечали ну не успеваем мы потому что у нас очень много работы ну хорошо покажите нам где мы сами напишем то есть нет никакого этого самого взять данные из базы данных может быть пару раз там перевернуть перемножить и вернуть просто одни не успевали а вторые вполне им помогали и наоборот да пожалуйста а можете пожалуйста рассказать подробнее про проект с VR то что вот как раз вы говорили что вам удалось скажем оптимизировать вот это вот все входить в облак и отобразить кое-то все быстрее чем ну то есть как так получается хорошо с удовольствием значит а если вы знаете концепцию вот VR да то есть там есть такой параметр называется photon to motion ratio это значит что с момента того как вы подвинули голову до момента того как вам пришли фотоны от кадра отображающего этот кадр то есть изменение движения должно пройти желательно меньше 20 миллисекунд если проходит больше 20 миллисекунд как бы наш мозг начинает испытывать дискомфорт который очень похож на признаки морской болезни значит какой перед нами стоял как бы вот в данном случае челлендж вызов то есть мы меняем положение головы да мы значит знаем новый вектор мы отправляем его на сервер как бы сервер в лучшем случае пинг это ну пинг туда-обратно допустим 5 миллисекунд да то есть он за 2,5 миллисекунды доходит до серверной части как бы если вы знаете как работают игры то они не могут отрендерить кадр вот моментально да они просто рендерят его со скоростью ну там 60 фпс то есть мы ждем следующего окна передаем этот вектор внутрь и игра начинает то есть gpu на сервере начинает рендерить после того как отрисованы оба кадра то есть это опять-таки рендеринг занимает какое-то время они упаковываются например h264 и отправляются назад в виде видеопотока вот это видеопоток достаточно большой как бы там могут быть кейфреймы там пифреймы и так далее вот он приходит назад разворачивается и как бы получаем изображение для двух глаз одно из вещей которые мы сделали одно из самых первых это мы начали использовать edge сервера то есть google имеет большие дата центры по всему миру которые как бы выполняют основную нагрузку да то есть там это gmail drive и так далее photos и практически все сервисы на них работают однако в последнее время начали выкатывать сервера которые находятся ближе к пользователю потому что нам нужны были очень маленькие latency вот и на этих серверах решили попробовать как бы установить карты то есть это сократило пинг достаточно но максимум что мы получали это 50 миллисекунд вот соответственно совершенно не как бы не подходит даже иногда больше 60 или 70 следующий шаг который мы попробовали сделать это сделать вот то что называется foveated compression то есть идея в чем когда вы смотрите на экран телевизора качество в центре и качество в углу экрана для вас одинаково важно если в углу экрана будут какие-то кракотябры вам это не очень понравится когда вы смотрите в VR шлеме вот здесь то что происходит вот здесь вот у вас на периферийном видении практически вообще не важно потому что ваш глаз вот так вот вы не будете скашиваться это как бы не имеет смысла проще повернуть голову и посмотреть то что чтобы оно появилось в центре фокусе соответственно это позволяет сделать механизмы компрессии которые в середине информация более точная а по краям как бы ну не то что мусор но она не должна быть такая точная то есть это очень сильно сократило времени на пересылку данных то есть там не нужно пересылать все в хорошем качестве мы можем переслать как бы значительно меньше ну и это вот то есть после того как мы сделали подобные механизмы у нас не получалось latency лучше чем 50 миллисекунд и тогда вот парень с которым я работал прекрасный прекрасно разбивался в GPU он проработал много лет в NVIDIA в AMD делал игры такие как Assassin's Creed а давай сделаем репроджекшн то есть мы возьмем эти вот два кадра отрендерем чуть-чуть больше чем надо потому что ты же не можешь моментально вот отсюда переместиться как бы в другое скорее всего ты где-то находишься вблизи этого вектора грубо говоря натянем на сферу оба этих кадра и немножечко подвинем вот и оказалось что это сработало то есть оказалось что это дало именно тот эффект который ожидается то есть человеческий глаз не воспринимает вот эти небольшие то есть он воспринимает отклонение вот ты знаешь что столб должен быть у тебя мозг считает что ты отклонился на какой-то градус и знаешь что столб должен подвинуться настолько и вот он подвинулся настолько но если он немножко не отрендерен в первом кадре это совершенно нормально то есть он тут же в следующем кадре будет отрендеринг правильно, придет и мозг это воспримет совершенно нормально. И вот этот набор подобных трюков позволил нам сделать VR, который стримится полностью с клауда. То есть мы показывали демку нашему вице-президенту, который сейчас в YouTube. Вот это просто брали телефон, вкладывали в Daydream и через обычный Wi-Fi как бы играли, ну какую-то игру, то есть у нас там был по-моему чуть ли не Notre Dame de Paris, вот этот отрендеринг из Assassin's Creed и можно было по нему ходить. То есть вот примерно так, то есть это не какая-то вот одна технология, но мы последовательно шли и улучшали комбинация технологий, комбинация именно вот таких вот как бы, ну не трюков даже, а уже на области понимания физиологии помогло нам сделать именно решение, которое будет работать. Спасибо. А вот такой мой вопрос. Можете ли сказать, как в Google организована работа, ну я имею в виду в плане процесса, там наверняка какой-нибудь джайл, там джиджайл или что-нибудь такое, и как, ну я предполагаю, что вот хром тоже, он не написан, но не пять человек его написали, там скорее всего большая команда, как она была развита на код команды, по каким-то принципам, там фича команды или там backend, фронтенд, как они между собой взаимодействовали. Хорошо. Значит, хром действительно был написан не пятью человек, людьми, да, значительным большим количеством, и как бы, ну если не брать основное написание ядра, то есть в конце концов выделилась команда, которая писала ядро, и остальные фичи, то есть обычно команды выбирались под определенные фичи, они достаточно большие, или даже область, и в этой области работали. То есть, например, была команда, которая занималась DevTools, это вот, ну, от Сладочной, в Санкт-Петербурге она тогда была, и она как бы занималась, ну, многими фичами в этой области. Одно очень интересное правило хрома, которое хром ввел, это было то, что мы выпускаем фичи не тогда, когда мы их запланировали, а тогда, когда они готовы. То есть они, ну, фичи проходили стадию ревью, то есть, если вы помните, хром очень хорошо настроил каналы, то есть был, как бы, DevChannel, был CanaryChannel и был, как бы, StableChannel. Вот. То есть в DevelopmentChannel шел весь код. То есть можно было туда писать все, что угодно, включать фичи, но прежде чем попасть в следующий ченнел, то есть эта фича проходила ревью, и если она признавалась негодной или не до конца готовой, она просто не шла. И правило бы такое, что никого не волнует, как бы, какие у тебя там планы, сроки или еще что-то, если она не готова, мы ее не выпускаем. Это было правило хрома. То есть везде ли оно работает, везде ли оно применимо, я не знаю, но в хроме оно сработало очень хорошо, потому что, как бы, ну, качество того, что попадало к пользователю, было достаточно высоким. Как команды работали между собой? На самом деле я бы охарактеризовал Google как, наверное, организованный хаос. То есть, в принципе, никто не заставляет конкретную команду использовать какие-то методы agile специфического программирования или что-то такое. Каждая команда может самоорганизовываться так, как ей удобно. То есть до тех пор, пока она, как бы, приносит результаты вовремя, никого, честно говоря, не волнует, использует ли она скрам, там, собирается ли она на стендапы или что-то такое. То есть если это работает для этой команды, пусть работает, не надо это мешать. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я бы хотела спросить не о технической части, а о вашей деятельности. Мне вот интересно, вы сделали достаточно стремительную карьеру. Я уверена, что ваш талант и ваши способности сыграли огромную роль в этом. Но вот какую роль сыграли ваши человеческие качества? Вот как-то оценивает это Google? Вот какие люди там? Вот что важно для команды? Спасибо. Хороший вопрос. Неожиданно, естественно. Какие человеческие качества? Наверное, качество, которое помогло больше всего, это как бы уважение, профессиональное уважение. Профессиональное уважение человека, ты понимаешь, что очень много людей, с которыми в Google ты сталкиваешься, во многом умнее тебя. Особенно в специфической области. Я практически, наверное, самый успешный проект, который я сделал, который самый интересный, почти все, кто работал в моей команде, были умнее меня. Я не скрываю этого. Это, наверное, залог успеха. То есть я как бы, возможно, как бы запишу себе в кредит, что я сумел собрать такую команду, но люди, которые там работали, это были просто профессионалы очень высокого класса. И ни в одном, даже в моих самых сильных сторонах, там, например, C++ или что-то такое, были ребята, которые могли бы заткнуть меня за пояс. И это позволяет именно общаться как профессионал с профессионалом. То есть в этой команде не было такого, что, например, ну, грубо говоря, знаете, как в плохих ситуациях выстраивается ситуация начальник-подчиненный, да, там, или что-то такое. Такого не было в команде. У нас были споры, доходящие, ну, грубо говоря, до крика. То есть вот, например, когда мы выпускали Cloud Print для андроида, ко мне пришел инженер и сказал, ну, знаешь, что вот бывают андроид-телефоны, на которых PDF не помещается в память, мы не можем его отрендерить в картинку. Поэтому давай, говорит, ну, не будем, как бы, ну, где сможем отрендерим, где не сможем отрендерим. Я ему говорю, я не буду такой выпускать, я не хочу выпускать такой продукт, который работает в половине случаев. Он говорит, ну, это невозможно. Я говорю, ну, тогда, значит, не будем выпускать. И вот доходило буквально чуть ли не до крика. Ну, в смысле, в хорошем смысле, то есть, того самого. И на следующий день ко мне приходит, и, знаешь, говорит, я придумал гениальную идею. Мы не будем рендерить все. Мы возьмем, сделаем маленькое окошко, загрузим туда только вот частичку, скажем, что PDF виден только вот чуть-чуть, отрендерим, потом следующее, потом следующее, и все будет работать. И, как бы, даже я, возможно, не додумался до такого решения. То есть, я, как бы, с огромным уважением отношусь к этому человеку, который вот придумал. И это благодаря тому, что я, в принципе, признаю, что он, возможно, лучше меня разбирается в этой области. И вот это вот профессиональное уважение, наверное, я наблюдал во всех успешных проектах, в которых я участвовал. Были такие проекты, где этого не было, но практически ни одного из них, ну, не достиг вот такого успеха. Потому что в какой-то момент, если вот этого профессионального уважения нет, люди начинают работать, ну, на отвале, типа, вот ты мне скажешь, что сделать, я буду делать, и не буду идти дальше. Когда оно присутствует, каждый практически заинтересованный старается привнести что-то свое, считает проект немножечко своим. И вот это вот очень сильно помогает в команде. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Рустам. Мне интересно, как разделяются на команды, размеры команд в Google, и как они набираются. То есть, вы говорите, были руководители команды, вы лично общались с каждым, кто должен вам прийти, как вы созывали, так скажем, людей, как они вообще имеют возможность поменять команду, при желании, в середине проекта, с одного на другой прискочить. Это все формализовано, неформализовано, от чего зависит. Ну и общий масштаб команды тоже интересен. Хорошо, да, давайте я начну отвечать. Если я что-то забуду, вы напомните мне вопрос. Значит, для меня идеальный размер команды это, наверное, от 5 до 10 человек, ну или от 4 до 10. Я считаю, что меньше это, наверное, не имеет смысла, то есть менеджмент добавляет дополнительные как бы вот это вот излишество overhead. А больше уже сложно контролировать и достаточно вникать в каждую часть. Есть успешные проекты, где, допустим, маленькая команда из 3 человек, такое вполне возможно. Есть исключения. Есть исключения большие команды, которые можно организовать, например, с 15 и 20. Но в среднем идеальные размеры это, наверное, от 5 до 10 человек размер команды. Опять-таки, зависит от разных вещей. То есть, скажем так, я считаю, что неэффективно, если на одной области, например, работает один человек. То есть, если мы, например, говорим, для нашего проекта нужен там бэкэнд, фронтэнд и мобильный, то это уже как минимум 8 человек, допустим, по 2 на каждый. 2 на бэкэнд, 2 на Android, 2 на iOS и 2 на фронтэнд. Потому что, ну, когда человек работает один, ему легче совершить ошибку и пойти не в ту сторону. Нужно, чтобы кто-то понимал, кто-то как бы помогал в этом смысле. В гугле было очень интересно устроен переход из одной команды в другую. Значит, если я хочу перейти из моей команды, например, в другую команду, я иду и как бы разговариваю с менеджером. То есть, там была внутренняя доска объявлений, где публиковались объявления, но, в принципе, я мог пойти и без объявления туда. Если у менеджера есть, как бы, грубо говоря, headcount, ресурс, то есть он может меня взять. В принципе, даже если нет, он может пойти к своему и попросить дополнительно этот самый. Но смысл в том, что если я понравился новому менеджеру, то мой старый менеджер не имеет никакой власти над моим переходом. Вот вообще никакой. То есть это только между мной и новым менеджером. Это было сделано, чтобы исключить возможность, ну, как бы, там, отомстить немножко или что-то еще, или там что-то не сработалось. Как бы этот самый. Единственное, как бы, частичная власть, это, естественно, менеджер должен писать время от времени performance review на человека, и, как бы, старый менеджер, если он, ты там, проработал большую часть этого цикла, то должен будет написать свою порцию. Вот. Но, в принципе, переход из команды в команду только между сотрудником и новым менеджером. Безусловно, существует правило хорошего тона. Да, если вы со старым менеджером хорошо работали и в хороших отношениях, то стоит к нему прийти и хотя бы сказать, да, я собираюсь в новую команду, давай, как бы, что нужно сделать, чтобы мы, как бы, расстались друзьями в хороших отношениях. Ну, там, например, закончить эту фичу или закончить что-то еще, и, как бы, вот, тогда давай сделаем так. Но, в принципе, это было необязательно. Ну, а вот когда продукт такой большой, как Chrome, там же, наверное, никак команда не один десяток должна получиться, вот их взаимодействие на уровне, так сказать, постановки задач и так далее. То есть там какая-то иерархическая структура получается? То есть у Google есть такой механизм, он больше формализованный, как OKRs, да? Это когда каждая команда, независимо от своего размера, то есть маленькие выставляют себе цели, что мы хотим добиться, например, в этом квартале. OKRs обычно квартальный этот самый. То есть и мы говорим, что вот в этом квартале мы хотим сделать эту фичу, эту фичу, эту. И пишем, это, например, у нас P0, P1, P2. P0, P1 — это, как бы, обязательные, P2, P3 — это такие желательные. Что было интересно, признаком хорошего тона считалось, если твой, как бы, рейтинг по этим океарам от 70 до 90%. Меньше 70 — это плохо, больше 90 — значит, ты просто приложил туда очень простые вещи закончить. Вот. То есть никто, ну, практически выполнять на 100%, это было, ну, опять-таки, выглядело, что ты просто заложил туда что-то, что очень просто. А эти океары собирались иерархически. То есть, грубо говоря, например, моя команда занимается какой-то частью хрома, я выставляю свои океары, да. Более крупная, допустим, я сетью занимаюсь, да. Более крупная команда хрома собирает под команд океары и составляет свои на основании этого, возможно, включая их, говоря, что вот наши приоритеты вот из этих, допустим, теперь 20 океаров, мы выбрали опять 5, и вот это вот будут наши приоритеты, на чем мы будем фокусироваться. И так иерархически собирается вплоть до самого верха гугла. То есть тот же самый Сандер время от времени выходил на сцену и говорил, наши OCR-компании на следующий год заключаются и как бы выдавал, например, главный OCR YouTube, главный OCR Gmail, главный OCR поиска. Делал их таким образом. Это позволяло самой команде как бы задекларировать свои цели и самой команде оценивать их. То есть это, мне кажется, был очень хороший инструмент, ну, почему был, есть, очень хороший инструмент именно как бы когда не тебе говорят, что нужно сделать, а ты говоришь, что ты можешь сделать, что ты считаешь разумной целью, и, соответственно, у тебя больше стимула как бы это выполнить. Ну а каждый из разработчиков как участвует в создании этих целей? Вот руководитель полностью решает? Нет, это никогда не решается полностью руководителем, то есть это собирается как бы митинг со всеми разработчиками данной команды, то есть опять-таки, если мы говорим, то есть начиная вот с команды в 5 человек, да, или там 10 человек, собирается полный и решается, грубо говоря, коллегиально. То есть мы считаем, что вот такие вот наши цели, если у вас есть что-то сказать за или против, или вы считаете, что мы не успеем, как бы скажите сейчас. Одна из очень хороших вещей, чему я научился в гугле, называется, она, по-моему, не только в гугле используется, disagree and commit. Это значит, что я не согласен, но я буду это делать. И вот это вот как бы, в принципе, поощряется. То есть я, возможно, не согласен с этим выбором ОКРов, я, возможно, даже не согласен, что мы должны делать эту фичу, а не другую. Но если как бы мы вместе решили, что мы делаем вот именно так, то я хоть и не согласен, но я готов как бы положиться на мнение группы, на мнение лидеров и все-таки работать в этом направлении. Но всегда, всегда все ОКРы решались с учетом всех разработчиков. Вот прямо вот хоть чуть-чуть ты здесь был, обязательно приглашался на этот самый митинг и там обсуждалось. Возможно, начальный список этих ОКРов предлагался как бы тимлидом или этот самый, обычно даже не менеджером. Менеджер не имел такой власти в Гугле ни менеджер, ни продакт-менеджер. То есть обычно все эти ОКРы технические предлагались именно техлидом. Или, допустим, техлидом вместе с продакт-менеджером решались и как бы предлагались команде. И команда уже могла добавить, убрать или изменить их в зависимости от того, как они чувствуют. Ну, эти, получается, результаты еще, ко всему прочему, отражались на оплате, я так понимаю, как это то. Не совсем, если хотите, поговорим. То есть оплата в Гугле устроена следующим образом. То есть есть базовая зарплата, есть бонус, есть как бы акции. Вот. Зарплата базовая, она ни на что не влияет. Бонус и акции, они определяются по результатам так называемого performance review. Performance review в Гугле проходила два раза в год. Один раз это, ну, сначала они оба раза были обязательные, но один раз они сделали необязательный, то есть можно было пропустить раз в году, а второй раз обязательно обязательный. Идея Гугла была в том, что лучше твоих сотрудников никто не оценит результаты твоих труда. Поэтому на performance review человек должен был написать, как бы, что он сделал. Ну, то есть я сделал то, я сделал то. Примерно от двух до шести, как бы, этих самых, не то что проектов, но главных достижений, да, и описать, почему там. Вот такие были баги закрыты, столько до кода было написано и так далее. И после этого выбрать, ну, опять-таки, примерно пять-шесть человек для того, чтобы они написали отзыв из твоей же команды. Ну, человек знакомый, кстати, с этой вещью, да. Люди писали отзыв, они могли написать что-то в секцию, которую будешь видеть ты, могли написать в секцию, которую будет видеть только менеджер, то есть у них были опции, как бы, предоставить анонимный, как бы, фидбэк или, как бы, явный. Вот эта информация поступала, как бы, вместе к менеджеру, который писал после всех этих людей свой собственный отзыв на человека. Теперь, если человек сам выбирал, говорит, что я хочу пойти на промоушен, ну, в смысле, перейти на следующий уровень, или если менеджер решал, что человек достоин следующего уровня, весь этот пакет информации отправлялся на так называемый промоушен коммити, то есть это группа людей, которые должны быть обязательно, как минимум, на два уровня выше, чем человек, который подает на промоушен, это было сделано тоже специально, чтобы они не сравнивали с собой, а сравнивали с тем, что они знают, и там оценивалось, то есть предоставлять человеку следующий уровень или нет. Если он не шел на, опять-таки, не шел на повышение, то на основании вот этого вот данных, как бы, пир-фидбэка, то есть от своих сотрудников данных и на основании фидбэка от менеджера уставлялась, грубо говоря, оценка, да, то есть ты, как бы, на своем месте лучше, сильно лучше или все-таки нужно чем-то поработать. И в результате, в зависимости от этой оценки уже влиял размер бонуса, зарплата оставалась та же самая, или размер, как бы, акций, которыми команда поощряла и награждала. Безусловно, как бы, ну, менеджер или оценка не могла их срезать до нуля, но оно варьировалось в достаточно значительных причинах. Если же человек шел на следующий уровень, получал на следующий уровень, соответственно, это единовременно очень сильно увеличивалось, опять потом выравнивалось примерно к данным следующего уровня. Вот примерно так происходила, как бы, калибрация сотрудников и учет награждений нет. Были, как бы, исключения, да, то есть, например, вот я получил две награды от Гугла за, как бы, сильные успехи. Они обычно, такие награды вручались именно на совете, то есть собирался совет, то есть одна была Founders Award от Сергея Сларя, другая была вот Executive Management Award, и они решали, какой, как бы, продукт принес наибольший, вот, то, что называется импакт, то есть не обязательно даже большее количество пользователей, но, может быть, наиболее сильно, как бы, взбудоражил, наиболее принес сильные, вот, дивиденды в области пиар, да, и, как бы, поощряли его тоже дополнительным, там, денежным вознаграждением или в виде акций. Были другие дополнительные способы, то есть, например, патенты приносили, как бы, определенную прибыль, потому что одно время, как бы, Гугл испытывал очень сильное давление в области патентов со стороны Apple и, как бы, пытался сделать свое собственное портфолио патентов. В принципе, небольшие вознаграждения были, поощрялись, если вы сделали что-то интересное, то вас также могли поощрить вот люди, с которыми вы работали. Они, в основном, были, там, порядка от 100, может быть, долларов до, может быть, пары тысяч, и в этом смысле просто шли как поощрения, то есть, например, вот, там, Женя сделал что-то такое прямо вау, и вот мы хотим его поощрить, и, как бы, вот, так же поощрялся сотрудник. Спасибо. Пожалуйста. Что-то очень много гугла, постаршиваю немножко про WebWork, где вы сейчас работаете. Вот вы занимаетесь изысканием некоторых, там, аспектов, которые могут повысить удобство в жизни горожан. Вы об этом поверхностно так рассказали. Можете вы выделить какие-то наиболее перспективные направления, за которыми, как вам кажется, будущее? Как бы так ответить на этот вопрос, чтобы не совсем отвечать, потому что у меня просто недостаточно данных в данный момент, то есть, мы все еще работаем в области исследований, то есть, конкретно, что может быть нужно городам, потому что, ну, одно из вещей мы определили, что нет одного какого-то решения, что все города просто нужны и все, как бы, поэтому, скорее всего, это будет в чем-то комплексное решение, включающее разные аспекты жизни. Скорее всего, это будет даже на стыке, возможно, технологий социальных каких-то вещей, этических вещей, может быть, архитектуры или чего-то такого, потому что, ну, жизнь в городах очень многогранна, и, к сожалению, нам придется разбираться в этом и пытаться найти именно правильное. Скажем так, вот чему меня Google научил, это то, что, грубо говоря, я вижу, что там есть проблемы, и я вижу, что, скорее всего, их решение есть вот в той или иной форме, я не знаю, какие они пока что, но я знаю, что они там есть, и вот задача моя сейчас, в том числе всей моей команды, это попытаться их найти или попытаться что-то сделать в этой области, что может нас приблизить или дать нам какие-то результаты и указать это то самое или не то самое, или мы должны переключиться на что-то еще. Сколько времени вы отводите себе на из этих тканей? Когда будет результат? Честно говоря, мне хотелось бы знать, что мы будем делать еще вчера или даже еще месяц назад, но вот предварительно я думаю, что, ну это оказалось не так просто, как я думал, я думал, что ну вот мы сядем, подумаем, как бы через неделю, через две решим, то есть на самом деле это значительно сложнее, и я думаю, что вот полгода это, наверное, тот хороший рубеж, когда мы точно должны знать, что мы делаем, и должны уже попробовать отдельно или два, одну или две идеи, и также примерно к этому же времени собрать команду, потому что мы опять-таки начинаем с нуля, то есть у нас сейчас нет особо команды, мы начинаем ее строить, мы начинаем набирать людей на совершенно разных областях, и вот примерно к тому моменту, как команда построена, мы должны выйти, грубо говоря, люди должны уже понимать, над чем они будут работать, и в чем они будут, как бы, в каких технологиях, в какой области они будут работать. Как вы поймете, что это оно? Как вы? Ну лучший способ понять, что это оно, это посчитать, сколько у тебя пользователей. Если этим люди пользуются, значит это оно. Если люди этим не пользуются, скорее всего это не оно. Грубо говоря, одним из наших первых идей это было, любая компания или команда новая декларирует свою цель, я предложил, чтобы мы обязательно включили, что то, грубо говоря, улучшение в городах, которое мы собираемся делать, было измеряемо. То есть это вот то, что я вынес из Google. Если ты не можешь это измерить, то у тебя нет доказательств, что то, что ты сделал, это действительно кому-то нужно или помогло. Можно сколько угодно аргументировать, нет, но это красная стена лучше, чем желтая стена, но если это нельзя измерить, это всего лишь слова. И поэтому вот сделать возможность измерения, насколько какая-то вещь улучшила жизнь, это вот для меня это критический момент этой истории. Еще один вопрос. Есть у вас план того, как это достигнуть? Есть ли у меня план, как этого достигнуть? Я считаю, скажем, у меня есть тактические идеи на этот счет. Я считаю, что техническая часть будет безусловно важна. То есть мы ничего не можем сделать в современном мире без технической части. То есть нужны как бы инженеры, потому что это просто реалии современного мира. Я также считаю, что двигаться хоть в каком-то направлении это лучше, чем стоять на месте. Это дает какой-то результат. Даже если это негативный результат, мы понимаем, что в этом направлении работать не надо. Скорее всего, это будут идеи, которые признаны лучшими на момент создания команды. Будем пытаться их реализовать и смотреть, они работают или нет. Если они не работают, мы меняем курс, делаем какие-то небольшие изменения или глобальные изменения, пробуем что-то еще. То есть желательно вот этот период, чтобы все-таки был не вслепую. То есть когда мы как бы что-то пытаемся делать и просто делаем и смотрим, получилось, не получилось, делаем, получилось, не получилось. Поэтому большая часть ответственности нашей команды будет именно попробовать, чтобы это получилось как можно раньше. Для этого нужно разговаривать с людьми, которые живут в городах, встречаться как бы с мэрами, встречаться с горожанами, наблюдать с вами, попытаться понять, какие проблемы. То есть обычно люди чем-то пользуются, если это экономит им деньги или время. Или как бы дает какие-то дополнительные сервисы, которых у них до этого не было. То есть как бы, грубо говоря, отвечая на эти вопросы, вот когда мы что-то делаем, почему этим будет кто-то пользоваться, почему этим буду пользоваться я, почему этим будут пользоваться мои родители или мои дети. Возможно, это нам поможет сориентироваться быстрее. Но сказать точно, что мы вот знаем, что мы вот делаем именно это и это будет успешно, в данный момент я не могу. Добрый день, спасибо за интересную лекцию. Думаю, вопрос-ответ. Хотел спросить, о какой большой все-таки технический программ, как долго я работал с техническим специалистом. Наверное, вы очень много знаете про правильный трудовый распорядок. То есть как сохранить свою эффективность, не выгорать, какой должен быть режим рабочего дня, делить ли отпуск или отдохнуть месяц, что кушать, заниматься спортом. Тут просто дефицит информации, на самом деле, даже тяжело нагуглить. Может быть, вы углубляете какие-то рекомендации на этот счет или свои какие-то свои работы? Хороший вопрос. Я думаю, что я не знаю, как это делать, потому что иногда нахожусь в такой ситуации, что, похоже, я очень сильно устал. Но что я могу сказать, что, во-первых, если занимаешься чем-то интересным, что именно вот оно вот здесь вот прям нравится, то времени не замечаешь. То есть я помню время, когда я, грубо говоря, писал спецификации протокола «Привет», ну буквально до трех часов ночи и с утра как бы бежал дальше, садился этот самый. В принципе, безусловно, нужно отдыхать, безусловно, нужно стараться не выгорать. Не все инженеры, вот с которыми я работал, любят, например, очень сильно agile или вот спринты, которые буквально каждую неделю нужно что-то сделать. Это работает на небольшом коротком, опять-таки в моей теории, на небольшом коротком расстоянии, на месяц, два, три. Но в какой-то момент нужно переходить на более стабильный, более предсказуемый график и более предсказуемые результаты. В принципе, где мы не работали в Google и так далее, везде была политика, что если человек хочет взять отпуск, то он его берет. Нет такого, что нужно заранее сильно планировать. То есть за полгода или что-то еще я могу прийти и сказать, знаешь, что я завтра ухожу. Ну так не принято, конечно. Есть как бы правила хорошего тона, но в принципе за пару недель или за месяц куда-то уйти. Это было совершенно нормально. И как бы в общем понимать, нужно просто предупредить заранее, чтобы просто понять какой-то эффект, скажется, на работе команды вообще. Я вот по себе, наверное, как бы стараюсь время от времени, то есть есть варианты полностью отвлечь и сказать, вот я вот не отвечаю на рабочие как бы письма в течение выходных. Сложно, это сложно сделать. В Гугле, в принципе, было вот очень интересно, в нашей текущей компании точно так же, то есть у нас ненормированный рабочий день, то есть можно приходить когда угодно, уходить практически когда угодно. В некоторых командах мы делали правила хорошего тона, что хотя бы с 10 до 4, пожалуйста, будьте в офисе, может быть у нас будет какой-то митинг и желательно, чтобы все были. Иногда, ну если люди жили далеко, возможно это как бы там с 11 до 3. Но это не значит, что люди работали с 11 до 3 или с 10 до 4. Даже если человек находился меньше на работе, как бы у меня практически никогда не было проблем, послав, например, какой-то вопрос в 1 часов вечера, через 5 минут получить на него ответ с пояснениями и с предложениями выскочить на видеоконференции и пояснить, что же все-таки происходит дело. То есть нельзя сказать, что люди работали вот это текущее время и потом как бы полностью отключались. Это очень сильно помогало, потому что на самом деле иногда нужен перерыв. Нужен перерыв даже в течение дня. То есть просто взять и как бы уйти. Что еще, вот в некоторых командах мне повезло, что я уже говорил про доверительные отношения и даже когда я был уже как бы руководил командой и делал митинг, мои инженеры вполне не стеснялись подойти ко мне и сказать, Жень, ты знаешь, что этот митинг это просто потеря нашего времени. Вот ты позвал всех на как бы 20 человек на митинг, чтобы каждый сообщил, что он сделал за последнюю неделю, то есть 20 человек, каждый потратил 3 минуты, час времени, 20 человек, как бы 20 человек и часов, грубо говоря, потеряно, потому что каждый сказал свои 3 минуты, что он сделал и ушел. То есть этот митинг нужен тебе, не нам. И такое тоже совершенно нормально, то есть лучше как бы его прикрыть и переделать в какой-то другой вид. Каждый, мне кажется, нужно понять, как вы отдыхаете. То есть, например, спорт, кто-то любит спорт, кто-то любит уехать на лыжах кататься, кто-то просто отключится от всего. У меня были тоже очень хорошие инженеры, которые просто говорят, я буду весь выходной смотреть телевизор, мне это помогает отключиться. Безусловно, баланс личной жизни и баланс работы очень важен, особенно когда появляется семья, дети, то есть нужно, это очень важно тоже уделять этому проблемой. И Google даже в свое время как бы проводил тренинги и старался показать, то есть старался как бы научить людей обращать на это внимание и научить менеджеров как раз-таки не обращать на это внимание, чтобы никто не мог сказать, что нет, ты вот должен вот так вот работать. И в принципе я считаю, что в общем-то это получилось. То есть вот окружение, которое сделано вокруг, то есть оно напоминает университетский городок, оно бурлит. В принципе, мне кажется, это позволяет людям быть достаточно эффективными, но при этом не перегорать. Спасибо большое. Можно я вот спрошу с той стороны? Да, пожалуйста. Евгений, спасибо тоже за меня. У меня такой вопрос. Ни у кого, наверное, не возникает сомнения, потому что Google очень успешная компания. И соответственно с этим связан вопрос, а каким образом принимать решение о формировании команд? То есть если, может быть, это, не знаю, там, кто-то менеджмент, визионеры, которые понимают, что тут хром, это то направление, куда надо двигаться, надо формировать новую команду, или же, может быть, какие-то исследования проводятся, может быть, не знаю, там, идёт скрининг и поиск стартапов, то есть каким образом принимаются решения, куда дальше двигаться, куда, как формировать команду? Я думаю, что всё является понемножку, но то, что вот я видел больше всего в Google, это я бы назвал вот entrepreneurship. То есть, например, у меня появилась вот такая немножко бредовая идея, я считаю, что она важная, я считаю, что она важная, как бы я настолько её увлекаюсь, что я ставлю своей целью доказать, что она важная и готов, как бы пойти к своему вице-президенту или директору и сказать, знаешь, что вот, я думаю, что вот это нужно делать. Мы просто теряем вот эта причина, как бы, и если, как бы, тут начинается, поверит он мне или не поверит. Если поверит, прекрасно, как бы, выделит ресурсы, я смогу сделать команду. Если не поверит, это не конец света, я могу пойти к другому, я могу, как бы, постараться увлечь больше людей. И обычно правило, как бы, если вы общались когда-нибудь с людьми, например, уровень вице-президента в Google, да, он лучше ситуации, если кто-то за него уже принял это решение. То есть, грубо говоря, если ему прихожу с предложением, он смотрит налево, там сидит его один директор по разработкам, смотрит направо, там сидит его директор по продукту и они оба кивают головой и говорят, да, мы уже посмотрели, это хорошая штука. В этом случае ему не нужно принимать решение, он говорит, ну, раз вы решили за меня, то все отлично, я, как бы, готов выдать вам ресурсы и позвать. То есть, в принципе, большинство решений о изготовлении команд, ну, не большинство, скажем так, часть, идут именно снизу вверх. Безусловно, есть вещи, которые должны идти сверху вниз, когда мы, например, смотрим на тот же самый Chrome или какие-то другие вещи, мы увидим, что у нас не справляется какая-то часть, где-то у нас не хватает производительности или что-то у нас занимает долго. И тогда есть вариант, то есть, найти хорошего лидера, там, инженера, сказать, вот, хочешь заниматься этой проблемой? Опять-таки, редко заставляю, то есть, если хочешь заниматься этой проблемой, а мы выделим тебе ресурсы, мы выделим тебе, как бы, людские ресурсы, место, и ты будешь заниматься этой проблемой, и, как бы, мы тебя поощрим, там, например, переводом на следующий уровень, если эта проблема будет успешно решена. То есть, вот, наверное, вот такие два основных этих самых вещи. Как инженер, вот есть интересное отношение между инженерами и продакт-менеджерами в Гугле. То есть, по сути, и те, и другие стараются друг друга использовать как инструмент достижения собственной цели. То есть, продакт-менеджеры, по сути, в Гугле, они могут продвигать продакт-вижн, но у них нет ресурсов. То есть, они сами не могут писать код, они для этого должны уговорить инженеров увлечь свои идеи. Точно так же у инженера, если появляются хорошие идеи, ему желательно увлечь продакт-менеджера с тем, чтобы он ее, грубо говоря, за него продвигал. Ходил по разным, как бы, инстанциям, если так можно сказать, и, как бы, рассказывал, насколько это хорошая, интересная идея, и, как бы, насколько мы можем ее продвинуть. И под это дело, как бы, собрать команду. То есть, у меня было несколько таких способов. Но были, в том числе, и другие, когда, скажем так, приходило сверху, когда говорили, что вот, ну, явно видно, что вот здесь у нас страдает. То есть, у нас, допустим, большое количество багов, нам нужно собрать команду и улучшить данный процесс. Наверное, такие в основном. Спасибо. Пожалуйста. Здрасьте. У меня такой вопрос. Все хорошо, да, в Гугле, но я думаю, что было что-то, что вас не устраивало, там, бизнес-процессии, игрок ради какая-то или еще что-то. Что не нравилось в работе в Гугле? Ну, как бы, с самого начала, что мне не нравилось в работе Гугле, я считал, что я умнее, да, и что стандарты кодирования это написаны для, как бы, тех, кто не понимает, как в этом разбираться. И даже какое-то время, возможно, я, как бы, ну, не то, что активно саботировал, не саботировал, саботировал неправильное слово, как бы, пытался переучить всех, как нужно писать код. Да. Безусловно, это, как бы, проходит с возрастом, проходит со временем. Ты понимаешь, что, на самом деле, стандарты написания кода оптимизированы не столько под, например, даже скорость, сколько под читабельность, потому что, когда ты работаешь профессионально в большой компании, читабельность зачастую важнее, чем какие-то микрооптимизации. А какие были еще, как бы, ситуации? Ну, были ситуации, да, то есть, да, допустим, не согласен, ну, вот, там, с политикой или с каким-то принятием решений. То есть, в этом случае, опять-таки, можно перейти в другую команду, если это, как бы, кажется, что нерешаемая проблема и постараться расстаться. Чем раньше ты это поймешь, тем раньше ты перейдешь, меньше конфликтов возникнет. Либо, если ты доверяешь человеку, но просто, ну, как бы, не согласен с мнением, то, опять-таки, ситуация, когда ты не согласен, но готов работать в этом направлении, вполне, вполне себя оправдывает. Желательно, опять-таки, выразить это в, ну, не в письменном виде, но хотя бы в устном обговорить эту ситуацию, сказать, что, да, я не согласен, я не считаю, что нужно делать по-другому, но я готов работать в этом направлении. Что я еще бы хотел сказать вот по поводу таких вот возникновений конфликтных ситуаций или что-то еще. Когда я, ну, начал работать с командами, начал руководить командами, мне на глаза попался один очень интересный документ внутренний для Google, который написал наш менеджер, он назывался «Менеджер с манифеста». и он высказал свои идеи о том, как менеджер должен работать и общаться, какие главные правила со своими, ну, сотрудниками или членами команды. Я не буду рассказывать все это полностью, я не помню, но главное правило, которое я оттуда вынес, это то, что эти взаимоотношения должны быть построены следующим образом. Никаких сюрпризов. То есть я, как менеджер, ожидаю от своих сотрудников, или как Team Lead, например, тот же самый, примерно нормальных, как бы, ну, разумных сроков, как бы оценки сроков исполнения задач и потом, как бы, соответствия этим срокам. Либо, если что-то пошло не так, мы все понимаем, что что-то пошло не так, как бы сказать мне об этом заранее, чтобы, опять-таки, с моей точки зрения, когда я планирую проект, планирую, как бы, вывести, не было никаких сюрпризов. И наоборот, то есть сотрудник команды, когда он приходит, грубо говоря, к менеджеру и говорит, ну, я вот сделал это, не должен получать никаких неприятных сюрпризов. Менеджер ему не должен говорить, а почему ты над этим работал полгода, мы уже делаем совершенно другое. Этот разговор должен был случиться как полгода раньше, когда он только начал. Или почему у меня в Performance Review, том же самом, стоит оценка не такая, которую я ожидал. Это значит, что менеджер не выполняет свою работу, то есть этот разговор должен был случиться раньше и должен был подкорректировать. Вот, как бы, это вот правильно выстроенные отношения. Но Google тоже люди, тоже все ошибаются и тоже часто бывают, как бы, возникают эти самые. Часто возникают вот интересные конфликты, когда два человека, у которых очень сильное мнение, у меня таких в Google очень много. Ну, просто, как называется, нашла коса на камень. То есть вот они вот уперлись и никто не может решить. И, как бы, ну, такие ситуации достаточно сложно разруливать, как бы, возможно, но, в принципе, сложно, потому что обычно нет такого решения, которое удовлетворит даже одного. То есть обычно оба уйдут недовольные. И нужно сразу им об этом сказать. То есть если вот у меня была ситуация, когда пришли тоже два инженера, и я им говорю, я могу, вы можете решить эту ситуацию сами, либо я могу ее решить за вас, но вы оба уйдете недовольные. Потому что я не знаю всех деталей. Я, скорее всего, как бы здесь и здесь, как бы возьму ни тому, ни всему. И будет очень хорошо. Ну, вот, наверное, вот это вот я хотел сказать, как бы. А вы не могли поделиться, то есть вот как вы, получается, работали с legacy-кодом, и как вы продавали менеджерам, скажем, рефакторами? Давайте я повторю, я немножко плохо слышал. То есть как я работал с legacy-кодом, и как я… Ну, да, то есть как команда вообще, скажем, работать с legacy-кодом? Ну, уже наверняка есть, да, то есть проекты очень долговечные, вот, и рано или поздно, скажем, ход какой-то уже встревает. Вот, и как вы, собственно, продавали менеджерам необходимости фактики этого legacy-кода? Чего греха таить? Ну, никто не любит работать с legacy-кодом, да. Он написан не тобой, ты не понимаешь, что там происходит, он зачастую содержит баги, которые тебе не очень хочется искать, и, как бы, это неблагодарная работа. Google в какой-то момент понял, что это неблагодарная работа, и сделал, как бы, возможность поощрения, в том числе, вот, с точки зрения performance review людей, которые работают над рефакторингом. Если я считаю, что рефакторинг нужен, обычно проще всего это доказать при помощи данных. Если я считаю, что рефакторинг нужен, мне нужно предоставить какие-то данные, что он нужен. Например, данные могут быть по исполнению, да, то есть скорость исполнения, ну, меньше, чем хотелось бы, да. То есть мы можем перевести новые данные и получить более высокую скорость исполнения. Может быть, какие-то оптимизационные процессы. Может быть, это именно процессы, как бы, development. Мы говорим, что вы знаете, вот в среднем в Google на, как бы, код-ревью тратится столько-то времени, а у нас в Team тратится в три раза больше. И это тоже, эти данные все можно было получить. То есть сколько тратится на код-ревью или на сколько тратится на изготовление одного вот этого CL, да. Количество багов, например. Вот, например, грубо говоря, вот эта система, у нее в три раза больше багов, чем у похожей системы, и скорость, с которой мы их фиксим, значительно медленнее. То есть похоже, что пора что-то менять. Но в любом случае, как бы, без данных с такой проблемой идти очень сложно. То есть, потому что, если придешь без данных, ощущение такое, что ты хочешь рефакторить ради рефакторинга. Такое тоже бывает. Я видел в Google тот же самый случай, когда человек приходит и говорит, ну вот, почему у вас все написано на стандарте там C++99, давайте перепишем на C++11. Это же круче, это же новый стандарт, это же все классно. Ну, а какую причину это решает? Никакую. И поэтому, как бы, вот, я согласен, что лучше в этом смысле именно понять, какую причину он решает. И это гораздо более весомый аргумент, чтобы что-то рефакторить. Без этого очень сложно, как бы, с точки зрения темлида принять решение, почему на это нужно тратить ресурсы. Меня просили напомнить. Тут был уже разговор про project-менеджеров и инженеров. Я там пытался задать вопрос про количество вот этих level-up и что происходит с разработчиками, которые на таком верхнем уровне, что нельзя собрать комиссию из двух, ну, из человек, которые на два уровня выше этого разработчика. И, соответственно, мы просили напомнить про менеджеры против разработчиков и как инженеров и как инженеру становиться менеджером и стоит ли становиться менеджером. Что-то в этом духе. Хорошо, да. Дело в том, что в Гугле что было интересно, в отличие от предыдущих компаний, в которых я работал, что не было такого одного карьерного пути, то есть ты растешь как инженер-инженер, потом становишься менеджером и дальше растешь как менеджер. Google сделал, что есть абсолютно независимые ветки – инженерная и менеджерская с соответствием на разных уровнях. То есть, например, Distinguished Engineer по уровню соответствовал Director of Engineering. А выше он мог соответствовать вице-президенту. Что самое интересное, на высоких уровнях в Гугле инженеров такого уровня, соответствующих, например, директору, было меньше, чем действительно директоров. То есть, именно инженеры такого уровня оценились. То есть, если, например, взять нашего самого известного инженера Джефф Дин, он, по-моему, Senior Fellow, что в принципе соответствует на один уровень ниже Господа Бога или CEO Google. То есть, несмотря на то, что он инженер и может всем представляться как Software Engineer, он очень высокоуровневый инженер, по-моему, сейчас руководит Google Brain, имеет в подчинении 500 или даже больше тысячи человек. Но факт того, что ты инженер, никоим образом не влиял на твою возможность управлять командами или чем-то еще. Все, что от тебя требовалось, это также проводить какую-то инженерную работу. Это даже иногда было не обязательно писать код, то есть, можно было писать спецификации протоколов или можно было делать research в области искусственного интеллекта, как бы, что делал Джефф Дин. Но эти были совершенно две независимые ветки. То есть, можно было продолжать расти как инженер, можно было, например, переходить на менеджер и заниматься только менеджментом. От менеджеров не требовалось доказывать свою, как бы, инженерную состоятельность, но от них нужно было доказывать именно, как бы, возможность управления людьми. Преимущество инженера то, что ты мог всегда перейти назад. Я видел людей, которые управляли командами по 200-300 человек, а потом через год говорили, ну, все, я устал от этого, я теперь буду заниматься каким-то своим отдельным проектом, писать код и, как бы, разрабатывать что-то еще. У инженеров есть эта возможность, у менеджеров этой возможности нет. Менеджер не может уйти и сказать, все, я больше не хочу, как бы, этот самый, пойду писать код. Поэтому... А product manager это еще тоже более отдельная иерархия, то есть, отдельная лестница. В принципе, Google был совершенно не против, можно было переходить с одной ветки на другую, но это было достаточно сложно. В принципе, на менеджерскую перейти не очень сложно, потому что ты, как инженер, вполне мог менеджить, и это являлось достаточно доказательством твоей компетентности. Можно было перейти назад, было перейти сложно. Можно было перейти с инженера на PM и назад. Тоже, в принципе, было возможно, я видел такие ситуации. Вот. Когда доходило до очень высокого уровня, там, наверное, уже вступало... Как бы, там нужно было именно доказывать свою состоятельность на, ну, как бы, на международном, можно сказать, даже на планетарном уровне. Если те идеи, которые ты двигал, они действительно являются стратегическими, Google начинал на них тратить кучу ресурсов, значит, ты делал что-то правильно, значит, пора тебя повышать. В то же время, как бы, там немножко и стирались границы между уровнями. То есть, если ты на уровне, там, вице-президент или синьер вице-президент, ну, со стороны инжиниринга, ну, не так это сильно влияет, вообще ни на что не влияет. К тебе как уважительно относились, так уважительно и относятся. То есть, как бы, оно... Количество подчиненных от этого совершенно не зависит. То есть, уровень зарплаты, ну, практически тоже. Вот поэтому, хотя там и были уровни, но вот после какого-то уровня, как бы, они стирались. И как тебя переводят на следующий уровень, ну, практически ничего не значило. Абсолютно без разницы. Да, пожалуйста. Вариант в Google был коуч по счастью, который потом ушел куда-то там дальше, а в Google остались какие-то специальные механизмы, которые отвечают за счастье сотрудников? Наверное, я в этот день работал и, как бы, не видел, но... Возможно. Я, честно говоря, не сталкивался с этим, я вот, как бы, не могу сказать, что я ходил на... То есть, Google устраивает очень много тренингов, очень много программ разных, как продвигать. Но я, как бы, мог бы ходить на значительно большее количество программ, но, как бы, был занят, работал. То есть, это не настолько заметно влияло на общую, так сказать, атмосферу и работу приезде, скажем так? Ну, в принципе, да. Я бы сказал так-то, вот, наверное, оно развивается немножко циклами. Вот, когда ты приходишь в Google свежий и новый, да, и тебе дают новые, как бы, ты проходишь этот процесс, который называется онбординг, тебе говорят, какие у тебя есть программы, ты начинаешь думать, ага, вот на это было бы хорошо записаться. Вот с этой стороны было бы интересно посмотреть, что еще могу сделать для своего карьерного роста, пока у меня нет очередного проекта, да? Когда у тебя уже прошло 2-3 года, у тебя проект в полном разгаре дедлайн, и даже если что-то объявляют, например, пришел какой-то новый человек, ты как, ну, окей, ладно, но мне, как бы, успех на моем проекте значительно важнее. Поэтому наверняка там кто-то был, я просто знаю, что есть много программ, просто я в этом не участвовал, я про это не слышал. Ну, они, наверное, больше на нижнее звено должны рассчитывать, те, кто не очень еще высоко поднялся, их все-таки большинство, и они больше всего берут на себя такое, ну, нервное напряжение, наверное, если жесткие проекты, и нужны сроки, хотя ты не уверен, что там такие сроки есть, жесткие, как у нас тут. Возможно, я же говорю, я совершенно не удивлюсь, что так оно и было, и как бы в Гугле мы многие вещи узнавали из общей прессы, больше, чем из, как бы, ну, внутренних этих самых вещей. У меня поэтому просто маленькая добавка. Тут было про счастье, про эффективный рабочий день, спорт и все прочее. Можете попробовать погуглить мистик и сотгуру? Вроде даже ребята из Гугла определенные его программы оценили. Может быть, вам это тоже как-то даст ответ. Ну, я вот собираюсь с программистом тоже с одним из интересований. Какой язык программирования вы умеете посоветовать изучать? Какие перспективные у нас в себе? Какие технологии перспективные? Какие цели счесались в Гугле? Ну, да, я понимаю, как бы, это такой интересный вопрос. Как бы, он на самом деле зависит во многом от рынка. Как бы, нужно попробовать, с чем вам больше нравится возиться. То есть это больше вот фронт-энд, бэк-энд или, возможно, какие-то IoT-вечи или мобильные приложения. То есть, мне кажется, ну, я встречал с людьми, которые вот нравится одна область или другая. И в них могут быть разные доминантные языки. А в какой-то момент, ну, понимаешь, что язык – это всего лишь инструмент. Да, и как бы, если ты научился на одном программировании, то, в принципе, перейти на другое не сильно сложно. Да, как бы некоторые сложнее, там, C++, возможно, нужно следить за памятью. Java там, может быть, не нужно. JavaScript там можно объявить и потом переобъявить или еще что-то сделать. То есть, я бы не сказал, что есть один, но нужно попробовать, какой тип работы вот вам больше нравится. Больше нравится, ну, и с некоторым нравится, вот сделал что-то и попробовал на телефоне и посмотрел, как оно выглядит. Вот оно все здесь, все понятно, можно все отладить. Кому-то больше нравятся облачные разработки. То есть, когда все можно достучаться через SSH или там задеплоить через WebPage и все работает и крутится, и им это больше нравится и подходит. Они, как бы, ну, в этом находят больше интерес. Есть люди, которые любят возиться именно с маленькими устройствами, которые прибегают ко мне и, смотри, Джин, я вот здесь нажал на кнопочку, а здесь замигала лампочка. Вот, и, как бы, казалось бы, ну, что там этот самый, но вот их это вот прям вау. Есть люди, которые нравятся именно работать с фронт-эндом, с веб-страницами. То есть, я бы, наверное, посоветовал, как бы, попробовать разные именно сферы работы, и там уже можно определить, найти, как бы, ну, что нравится, что не нравится из именно вот языков программирования, если говорить так. Да, пожалуйста. Как Вы сказали, у Вас очень разнообразный набор проектов. Там и построение маршрутов, и хром, и арт. Есть такое утверждение, что нужно быть специалистом одной какой-то узкой области, иначе можно остаться вечным. Как Вы, как Вам удалось изучать все вот эти области знаний? Я так понимаю, они требуют знаний из разных сфер. Как Вы переключались между проектами? Хорошо, ну вот, да, безусловно, как бы, есть такая точка зрения, но можно ли мы сказать, что инженеринг – это тоже узкая специализация? То есть нахождение алгоритма работы каких-то вещей – это, в принципе, тоже. А где он находится – это, может быть, не столь важно. Из своего опыта я понял, что большинство самых интересных вещей обычно находятся на стыке чего-нибудь. То есть, например, с тем же самым VR я работал с человеком, который очень хорошо разбирается в компьютерной графике. Он проработал 10 лет в NVIDIA, по-моему, несколько лет в AMD, делал там Assassin's Creed, Mafia и другие игры. Но даже он сказал, что вот наша работа в команде ему очень помогла, потому что он не являлся специалистом, как, например, в сетевой оптимизации, в серверных технологиях, как делать там механизмы компрессии. И именно работа вот на стыке разных технологий обычно дает очень интересные результаты. Наверное, мне просто нравится учиться. То есть это интересный, захватывающий процесс, когда ты познаешь что-то новое. Может быть, я просто слишком ленивый для того, чтобы выучить что-то сильно глубоко. А может быть, просто есть люди разных типов. То есть кто-то действительно хочет стать очень узкозаточенным специалистом и действительно быть лучшим в данной маленькой области. А кто-то готов, грубо говоря, использовать принципы в более широкой области. Мне кажется, что и те, и те имеют право на существование. Если все будет состоять из только узкозаточенных специалистов, им будет очень сложно найти общий язык. То есть именно наличие, грубо говоря, специалистов широкого профиля позволяет взять задачу, отойти на шаг и посмотреть на нее издалека и сказать, мне кажется, здесь есть решение. Для решения данной задачи мне нужно поговорить с этим специалистом, с этим специалистом и с этим специалистом и решить, можно это сделать или нет. И вот это, мне кажется, одно из тех вещей, которые мне очень нравится делать. Именно постараться разобраться задачи на составные части и использовать уже узкоспециализированных специалистов в своей области как способ проверить гипотезу, возможно это сделать или нет. Вот, наверное, вот такое мое отношение к этому. То есть и те, и те очень нужны и важны. Они делают немножко разную роль. Одни двигают как бы вещь вперед, а другие выполняют, ну, прослойка это неправильное слово, как бы, связь между ними, соединяют их именно в те группы, которые в результате оказываются очень-очень продуктивными. Все. У меня может быть такой немножко волосовский вопрос. Вы, я так понял, хороший специалист, сделали хорошую карьеру в ГУМе, пишете на C++, хороший инженер, а потом вы пришли в компании в ГУМе. А чем вы там сейчас занимаетесь? Что вас там цепляет? Вообще, личная ваша мотивация? Да. Как бы я долгое время был инженером, писал код, писал спецификации, разрабатывал новые стандарты, потом опять писал код. Мой последний проект был именно связан с городами, и вот у нас подобралась очень-очень хорошая команда. То есть это была Дайан Айзер, наш руководитель команды. Она сама пришла из Waze, она продавала Waze в Гуглу. Очень хороший специалист, именно как антрепренер, который умеет создавать новые компании. Мой человек, который занимался продактом, Эндрю Уоррен, мы с ним работали над проектами Cloud Print, Connected Devices. Инженер Алексей, который тоже прекрасный специалист на бэкэнде в гугловских серверах. Дженни Астон, она антропологист и как бы наш chief of staff. Но в результате, когда вот эта вот команда, которая сработалась, которая была очень приятно работать, то есть ты просто приходишь на работу и как бы, ну грубо говоря, ощущение такое, когда наступает суббота, это кажется, блин, ну когда же уже понедельник? Ну просто, ну как бы устал отдыхать, хочу пойти опять пообщаться с этими, как бы, ну замечательными людьми, которые, каждый по-своему необычный, но которые вот создают вот это вот хорошее ощущение команды. И вот когда Дайана ушла как бы в компанию WeWork, как бы я обратился к ней и спросил, слушай, Дайан, а можно как бы я пойду к тебе, потому что работать было настолько интересно вместе, что я бы хотел продолжить этот опыт. То есть в данном случае сыграл даже, ну два фактора, я бы сказал. Первый – это, безусловно, команда. Команда была настолько хорошо подогнана вместе, что мне просто не захотелось терять эту возможность. Скорее всего, тут опять-таки вопрос, случилось ли это без того, что проект и та цель, которую ставила эта команда, была бы мне неважна, я не знаю, но когда это совпало вместе с тем, что цель выглядит очень интересно, и цель выглядит именно вот, как бы так сказать, не маленькой, а глобальной, и нужно попробовать ее решить. Я не знаю, какое будет решение, но сам факт того, что я не знаю решения, оно есть и его нужно найти, мне показалось очень-очень интересным. И вот комбинация именно очень хорошей команды с очень интересной целью и возможность ее вот именно создать с самого начала, поучаствовать от нуля до первой сотни. Вот это, наверное, вот эти факторы вместе сыграли именно решающую роль в моем решении уйти из Гугла и пойти в компанию WeWork. Ну так, в двух словах, можно ли сказать, чем занимается WeWork? Я вот для себя так не успею пока. Я могу рассказать, чем занимается WeWork, но это не совсем будет наше подразделение, то есть WeWork занимается тем, что она, ну, WeWork компания сдает офисы, как бы, at scale, да, то есть часто люди любят ассоциировать это как вот Elastic Cloud, AWS, только для офисных мест. Ну, например, вот если ходить за примером, компания пять человек, хочет снять офис, да, типичный, как бы, я расскажу американский, но мне кажется, это везде так, то есть типичный подход, это как бы заключить с кем-то договор аренды, ну, допустим, там на пять лет минимум. Так как мы пять человек, мы думаем, что мы отличная компания, мы будем расти, то есть мы заключаем договор аренды на помещение размером, ну, как минимум на 20 человек, потому что мы думаем, что за пять лет мы-то все-таки вырастим до 20. Нам нужно нанять людей, которые будут не совсем, как бы, отвечать нашей, как бы, миссии, но кто будет быть на ресепшене, там, если есть возможность каких-то гостей, security, IT-департмент, чтобы все настроить. И в результате получается, что мы нанимаем людей, которые не работают, как бы, грубо говоря, на полный рабочий день, то есть независимо от того, это пять человек или 500, все равно этот человек делает то же самое. Мы платим за большее место, как бы мы, потому что мы рассчитываем, что мы будем расти, хоть и меньше, как бы за квадратный метр. Альтернатива WeWork, то есть мы приходим в WeWork и говорим, нам нужно место для пять человек, и мы получаем место на пять человек. Да, мы за квадратный метр, возможно, платим больше, но это включает в себя и ресепшен, и IT-персонал, и security. И если мы захотим посадить шестого или седьмого человека, мы просто, как бы, кликаем кнопочки, говорим, теперь нам нужно еще одна или две парты. И WeWork сам решает вопросы. Извечно прививаю, а у меня все-таки ваш личный опыт есть в этой компании? Мой личный опыт в этой компании простирается примерно полтора месяца. Вот, как бы, мой личный опыт в этой компании заключается в том, что, как бы, есть большая цель, непонятно, как ее решать, давайте думать вместе, как ее решать. Мы точно знаем, что там будут технические решения, мы точно знаем, что нам, как бы, нужны будут инженеры. И вот, Евгений, вы как, как бы, глава инженерного департмента, пожалуйста, сделайте так, чтобы у нас была лучшая инженерная организация в мире. Вот, примерно вот такая вот постановка задачи. И, как бы, очень много непонятного, как ее решать. То есть, опять-таки, в Силиконовой долине достаточно сложно найти специалистов, потому что приходится конкурировать с такими компаниями, как Google, Facebook, Apple, Amazon. То есть, при этом не хочется, как бы, понижать планку. То есть, хочется набирать специалистов именно такого же уровня, как бы, набирал Google. И в данный момент, как бы, это именно тот самый вот такой организованный хаос, может быть, даже немножко неорганизованный, когда нужно понять, как бы, что делать. И мне кажется, одним из самых больших отличий от Google, от WeWork, то, что в Google, как бы, несмотря на весь карьерный рост, всегда был кто-то выше, к кому можно было обратиться за помощью, советом, или, в крайнем случае, переложить принятие решения на плечи. Здесь, в данной компании, грубо говоря, выше меня только вот Дайан, которая не является техническим специалистом, которая делегирует все технические вопросы ко мне. И получается, что мне приходится, грубо говоря, мне некуда отдать принятие решений, даже если не знаю, как ее решить. То есть, оно должно быть решено здесь, на этом уровне и сейчас, желательно. Вот это вот такой вот другой опыт, но который тоже, безусловно, полезный, и который вот сейчас происходит в нашей новой компании. Добрый день. Меня из первой части рассказа заинтересовала фраза про организованный хаос в Google. Нет, я бы вернулся в Google еще. Можете рассказать, если вам удалось столкнуться именно организационно, как это поддерживается, вот такая структура? Вот изнутри находясь там, как вы это себе видели? Как вас погружали в это? Как вот эта культура, как она приходит? Как ее транслируют, что ли? Я много читал про это, но интересно упоминать человека. Да, 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 я понимаю. Я считаю, что мы делаем слова, потому что обычно хаос – это как бы, его очень сложно как бы структурировать и рассказать, что же он такое, иначе он перестает быть хаосом. В Google, наверное, вот отсутствие как бы стандартных типовых моделей. То есть, каждая команда организуется по-своему. Практически каждое взаимоотношение между командами тоже, ну, как бы, делается по-своему. Безусловно, есть стандартный механизм, и продакт-менеджеры как бы работают над этим. То, что как бы компания очень открытая, и вполне возможно, если вы не правы, вам об этом скажут как бы и люди ниже уровня вас, и выше уровня вас, совершенно не постесняются как бы об этом сказать. И при этом очень много инициативы идет не сверху, а снизу. То есть, вот Google, когда начинался мой первый проект, вот Google Desktop Search, его менеджером был Алан Юстас, и у него было 80 подчиненных напрямую. То есть, Google поддерживал очень плоскую структуру. И как бы сейчас тоже пытается, но как бы с меньшим успехом. Идея в этом была та, что чем площадь структура, тем меньше времени у как бы узлов вверх разбираться в деталях. И это вот поощряет именно вот этот вот организованный хаос, когда вот эти вот 8 человек должны как-то самоорганизовываться, потому что у менеджера на всех не хватает времени, сил и ресурсов. То есть, они должны самоорганизовываться и только как бы эскалировать вопросы, которые ну вот вообще уже как бы они не могут решить внутри себя сами. Вот, наверное, вот это вот было основное. Долгое время в Google опять-таки не обязательно было, вот мы, например, работаем в команде из 5 человек, но каким-то проектом, и там есть тех-лид. Тех-лид не обязательно менеджер, вот вообще не обязательно. То есть, он всего лишь точно такой же инженер, точно такой же пир, он не имеет никакой как бы менеджерской власти, он не может как бы не пишет менеджерские отсчеты. И этот самый это как бы позволяло вот разделить как бы два канала. Один, который как бы ставит тех технические задачи, а другой, который отвечает за как бы здоровье команды. Вот, и в принципе тоже, наверное, это вот такая часть повлияла достаточно хорошо. То есть, менее иерархичная структура. Как вы относитесь к девушкам в IT? Я очень сильно за. По причине того, что, как бы, я считаю, что они очень сильно недооценены. То есть, я могу рассказать пару вещей. То есть, во-первых, Google как-то провел исследование. И Google заметил, что девушки значительно менее склонны выпрашивать промоушен на следующий левел, чем мужчины. Даже если они сделали достаточное количество для этого работы в силу каких-то социальных вещей или что-то еще. И поэтому одно время Google очень сильно поощрял именно как бы либо менеджеров замечать такие вещи и как бы продвигать, либо самих девушек как бы организовывал тренинги с тем, чтобы не надо стесняться, а именно если сделана хорошая работа, ее не стыдно показать, ее нужно показывать и нужно добиваться. Что для меня было как бы очень удачным открытием, это то, что на моем первом проекте работала девушка Ниньен, которая, наверное, один из лучших программистов, с которыми я когда-либо встречался. Потрясающий просто программист. В данный момент она вице-президент компании, которая делает покемоны. Я встречался со многими очень хорошими программистами после этого, но до сих пор как бы одна из лучших это вот именно Ниньен, который работал с нами на Google Desktop Search. И это в принципе вот работа именно со специалистами или общение с именно специалистами такого уровня как бы открывает глаза на то, что часто эти вещи ну как-то вот biased, ну как это сказать, предрассудки, то есть это заключено в предрассудке. Кстати, после того, как Google заметил вот этот факт того, что девушки в IT как бы значительно менее склонны, у нас был очень интересный тренинг, который назывался, вот я пытаюсь вспомнить, как бы дебаясь что-то там, ну то есть как бы отношения без предрассудков. То есть предлагалось пройти тест, который создали какой-то такой психологи. И он показывал о том, что в принципе отношения вот, то есть даже, то есть там говорилось предложение, в которых в одном, в одних как бы сценариях участвовали мужчины, в других женщины. И как бы люди, отвечая на вопросы этого теста, как бы результаты показывают, что все-таки люди относятся как бы не совсем справедливо. И вот это вот повлекло на количество программ, которые были созданы, и количество как бы усилий, которые Google направлял на то, чтобы эти стереотипы разрушить. Да, это здорово. Я просто читала одну статью, там тоже провели исследование, опубликовали код анонимный. И код девушек был оценен значительно выше, чем код, который был написан мужчинами. Но при том условии, что он был анонимен, да, как только девушки раскрывали свою личность, оценка резко падала. То есть это, мне кажется, очень хорошо доказывает вот этот вайс. Спасибо. Так, кто за следующее? Там, к сожалению, нужно не закончить, вам нужно ехать на встречу дальше. А, извините, пожалуйста. Ну давайте вот последний вопрос. Вот, девушка, вы давно этот самый. Да, на самом деле у меня этот вопрос, можно как бы просто коротко ответить. Вот первое, про бюрократию в Google, она, ну, есть, она заметна. И, ну, просто вот в многих компаниях, вот здесь, например, да, все жалуются, что, блин, большая бюрократия, мне надо там создать заявку, чтобы получить доступ, чтобы ставить себе джабы и так далее. Типа, вот такой в Google есть. Да, есть. Давайте я как бы расскажу одну шутку по-английски. Я думаю, что все поймут. То есть когда-то кто-то мне сказал, говорит, давай попробуем как бы выразить, ну, как бы вот сделать какой-то продукт, мы выпустим его для своих собственных сотрудников, как бы Google. Я спросил, почему? Он мне ответил. Говорит, average Googler bitch with a strength of ten average users. То есть те, кто работают в Google, они готовы высказать свое мнение, высказать свое мнение ярко и как бы резко порой для том, что они с чем-то не согласны. Это относится в том числе к бюрократии. Она есть, но если кто-то видит, часто люди не стесняются в выражениях и готовы дойти как бы до самого верха. То есть каждую пятницу у нас устраивается, например, TGIF, где как бы четверг на самом деле. Можно задать вопросы как бы основателям компании или CEO. И люди берут как бы микрофон и говорят, вот я столкнулся с таким, как мы это будем решать на всю компанию. Это записывается, это видят и слышат все. Спасибо большое, ребята. Мне было очень приятно с вами познакомиться, поговорить.